Книга «Открытым оком», вопрос 2876, 14 том, тема Святая Библия. Книга Иова, 2 глава, 12 по 13 стих. Там речь идет о том, что друзья пришли утешать Иова. Сначала они его не узнали, потом разодрали одежды и пыль бросали над головами, а потом от великой скорби просто сидели с ним на земле семь дней и семь ночей, и ничего не говорили ему, ни слова. Ибо страдание было весьма велико, даже и не молились. «Что это за состояние? Да еще аж семь дней!» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Псалом, 38 стих. 38-й псалом, 3 стих. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Тогда сильные люди не стыдились показать свою печаль. Поститься, плакать, посыпать голову пеплом. 2 царство, 12 глава, 16 по 18 стих. «И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец. Ибо говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговарили его, и он не слушал голоса нашего. Как же мы скажем ему, умерло дитя? Он сделает что-нибудь худое. Второе царство, 18 глава, 33 стих. «И смутился царь и пошел в горницу над воротами и плакал, и когда шел, говорил так, «Сын мой, Весолом, сын мой, сын мой, Весолом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Весолом, сын мой, сын мой!» Второе царство, 19 глава, 14, 4 стих. «А царь закрыл лицо свое и громко взывал, «Сын мой, Весолом, А Весолом, сын мой, сын мой!» Бытие 50, 10. «И дошли они до Горьен Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным, и сделал Иосиф плач по отце своем семь дней». Иногда указывалось от Бога не говорить ничего, и в этом было разрешение ситуации. Бытие 31, 24. «И пришел Бог к Лавану Арамьянину ночью во сне и сказал ему, берегись и не говори Иакову ни доброго, ни худого». Молчали – это значит, что не молились. В молчании может быть сильнейшая молитва. Молчали – это не значит, что не молились. В молчании может быть сильнейшая молитва. Ниеме 2, 4. «И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному. Первое царство, 1 глава, 12 по 15 стих. Между тем, как она долго молилась перед Господом, Ильей смотрел на уста ее, и как она говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голос ее, то Ильей счел ее пьяную. И сказал ей Ильей, «Да коли ты будешь пьяную, вытразвись от вина твоего, и иди от лица Господня». И отвечала Анна и сказала, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секеры я не пила, но изливаю душу мою перед Господом». Лежали на земле вместе с пораженным другом. Это вполне по восточному обычаю. Но вот младенца крестят, и чего ради бы смотрели на него в купеле, в которой он никем не поддерживаемый, стоял аж три часа. А ведь речь идет о житии мирликийского чудотворца Николы. Тут уж вовсе непонятно. Три часа смотрели и ахали, на какую сторону повалиться, и потом всем возвещали, как в воде легко стоять. Несите туда младенцев крестить. Иезекииле 4.9 «Возьми себе пшеницы и ячмени, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. Триста девяносто дней ты будешь есть их». Стихотворение Время убегает, времена уходят, испрещренные делами и делишками. Изверги рождаются, стираются народы, как бы ни бывшие, ненужные и лишние. Что я, моя стезя и обрамление, они надолго ли в себя тепло впитали? Так тучи копятся сначала помаленьку, с ладонь и неприметные вначале. Но горизонты солнца помрачат, подует ветерок, затем шальная буря. Где нет молитвы, там будет дым и чад. Зверье блудливое, но в человечьей шкуре. Все с незначительного вроде начиналось, но рушилась громада небоскреба. Но рушились. Творцы безумия неведомо, им жалость. Суть медвецы, хотя и бродит вроде. Сугубо вовремя подумать о душе, о вечности с Христом, беспечности провальной. Ермо смертельное, примерят всем на шею. Антихристовые выродки, они уже восстали. Ходил же в школу, проявляя прыть. Ничем не выделялся, ставший всем известным. Отца пугал в ночи тележный скрип, а сын стал знаменит и на высоком месте. Все неприметно, как бы невзначай. Стал депутатом и дает советы. Спит в телевизоре, подмял шутя печать. Не видят, как к нему уже крадутся беды. От Бога неименная программа. Заложена в компьютере вселенной. Открыть пророчества пока что еще рано. И даже тем, кто нам придет на смену. Что упаковано в минуты и в секунды, истошно нам маячит стрелки у часов. Ушедшие огромно, оставшиеся скудно. Реальность вечности, а жизнь кошмарный сон. 2005 год. Игнати Тихно Челапкин.